Друзья, здравствуйте! Сегодня мы продолжим разговор о том, как человеку открыть себе возможность получения, зарабатывания большего количества денег. Я предлагаю нам всем пройти по четырехшаговой системе внутренней самотрансформации. Первый шаг, если вы слышали об этой системе, это убирание из себя эмоционального негатива по отношению к деньгам. Деньги вызывают достаточно большое количество переживаний, потому что их вечно не хватает на какую-то покупку, вернуть долг, обновить что-то, машину, квартиру, дачу, еще что-то, куда-то съесть, отдохнуть. Из-за этого возникает переживание и возникает негативное убеждение. Денег вечно не хватает, я не могу заработать большое количество денег, деньги несправедливо распределяются, у меня что-то не получается, я не могу заработать достаточное количество денег и так далее. Эти убеждения подтверждены некими фактами из нашей жизни, потому что что-то действительно не получается. Я думаю, у человека с любым уровнем обеспеченности всегда возникают переживания, в том числе по поводу денег. Эти переживания создают эмоциональные блоки в теле, и наши негативные убеждения подтверждены этими самыми блоками. На первом этапе мы чистили наше тело от накопленной эмоциональной грязи, то есть обрывали корни, но сами убеждения остались в нашем подсознании и управляют нашим поведением в дальнейшем. Нам нужно теперь заменить наше прошлое убеждение на новое. Как это делается? Это сделается путем загрузки подсознания новых убеждений о том, что я открыт для больших денег, что я могу заработать любые деньги, которые мне нужны, у меня все для этого имеется и так далее. То есть существует несколько десятков позитивных утверждений, которые покрывают всю тему, связанную с деньгами, и нужно их в себя загрузить. И существуют разные способы. Существует техника эффективного самопрограммирования, загрузка с помощью дыхания. Существуют известные техники работы с аффирмациями, когда мы просто повторяем много-много раз эти утверждения, переписываем их. И главное, что они теперь будут проходить, будут укладываться в наше подсознание, замещать прежние негативные установки, потому что мы стерли в своем теле корни, значит, эмоциональную подпитку прежних негативных установок на первом этапе. Поэтому на втором этапе замещение происходит достаточно легко, но оно требует усилий. Естественно, трансформация требует усилий, потому что мы десятки лет прожили с одним убеждением, и теперь мы вдруг хотим заменить их на другие. Понятно, что подсознание сопротивляется, внутренний критик говорит, что ты придумываешь, мы уже прожили там 20, 30, 40, 50 лет с этим убеждением, все нормально, мы живы, здоровы, у нас все отлично, ничего не будем менять. Идет довольно сильное сопротивление, поэтому, конечно, нужно прикладывать усилия. Поэтому аффирмацию нужно переписывать или проговаривать себя там десятки или тысячи раз для того, чтобы произошло хорошее качественное замещение. И существуют другие, более эффективные технологии. Это технология, когда мы производим загрузку в наше подсознание состояния осознанности, то есть мы не выходим в трансовое состояние, мы просто в нормальном, обычном состоянии закладываем все установки, но не прикладываем для этого больших усилий. Такой чудотворный способ, придуманный на Западе, который, собственно, пришел через наш центр, пришел в Россию. Он заключается в том, что мы слушаем позитивные установки, связанные с деньгами, но мы их не слышим, потому что они сначала наговорены диктором, потом с помощью специальной программы переведены неслышаемый диапазон, затем наложены на звуки природы, и мы просто слушаем звуки природы. Мы можем слушать их днем, пока сидим возле компьютера, включили на компьютере, и волны набегают на берег, убегают, птички чирикают и чирикают. Как бы это нас ни к чему не обязывает, это не медитация в традиционном смысле, когда нужно сидеть в определенной позе, думать, концентрироваться на чем-то. Нет, вы можете заниматься любыми своими делами, работать на компьютере, смотреть телевизор, переписываться по почте, в общем, делать все, что вы хотите. При этом нужные нам позитивные установки будут закладываться в наше подсознание, минуя нашего внутреннего критика, потому что критик не распознает. Наш разум распознает слова, а в данном случае слов не слышно, потому что они преобразованы в неслышимый диапазон. Такова технология, и, собственно, мы предлагаем вам ее использоваться. Для этого у нас существует определенный диск, диск называется Я-магнит для денег, в котором записана 61 позитивная установка, касающаяся денег. Самое разное. Я иду к материальной обеспеченности уверенно и спокойно. Я радуюсь своим маленьким большим успехам. Я уверен в своем успехе. Я хозяин своей жизни. Я сам создаю свою реальность. Я сам играючи, создаю для себя богатство. Я легко создаю себе тот уровень материальной обеспеченности, который я пожелаю. Я достоин богатства, иду к нему уверенно и немалимо. Я успешен, достигая всего, чего захочу. Деньги любят меня и приходят ко мне в желанном количестве. Я убираю счастье деньгами. Я ценю деньги, позволяю себе получать их в нужном мне количестве. И так далее. Вот 61 установка подобная, наговоренный диктором, конечно, не так, как я, а с нормальной дикцией. Затем преобразованный неслышимый диапазон и записанный на том диске, который находится вот в такой коробочке. Это самая современная на сегодня технология самопрограммирования, закладывания в свое подсознание новых установок. И я предлагаю вам подумать на тему, не увеличить ли вам количество денег. Может быть, вам стоит обновить вашу машину, может быть, поехать куда-то отдыхать, более дорогое место, нежели раньше. Может быть, вам сменить что-то в своем доме, купить более хороший телевизор, еще что-то. Это все возможно, но вот нужно поработать над собой. Первый этап – вы убираете все переживания, связанные с деньгами, с помощью техники эффективной опрощения денег. Второй этап – вы загружаете в себя позитивные установки. И только на третьем этапе вы можете себе ставить конкретные финансовые цели. Не нужно спешить, не нужно бежать вперед паровоза. То есть сразу говорить, я зарабатываю тысячу долларов или пять тысяч, или десять, вселенной все равно, сколько вы заявляете. Подсознание – то же самое. Сколько вы зарабатываете – это третий этап. Сначала нужно убрать барьеры на пути к деньгам. То есть поверить, перейти в состояние, в котором вы верите, что для вас открыты любые финансовые цели, что вы рождены для богатства, что у вас все отлично, что у вас есть таланты, способности к тому, чтобы стать обеспеченным человеком. Речь, конечно, не идет о миллиардерах. Там, наверное, какие-то особенности нужны. О том, чтобы перейти на другую уровень вашей финансовой успешности, повысить ваши доходы в пять-десять раз, это решается достаточно просто. Но поэтапно. Нельзя бежать слишком быстро, поэтому многие люди на этом спотыкаются. Начинают сразу ставить перед собой финансовые цели большие, визуализировать. Но результат бывает печальный, потому что прежние убеждения, подкрепленные эмоциональными блоками в теле, они просто нас не пускают вперед. И наши усилия оказываются малоэффективными. Пока нужно поработать со вторым этапом. С этапом, когда вы загружаете в себя убеждение о том, что вы достойны хороших денег. У вас есть все для того, чтобы вы к ним пришли. Как только вы загружаете это убеждение, сразу ваши глазки поднимают сверху, вы начинаете смотреть вокруг. Говорят, так, что это я тут сижу, почему-то я так мало получаю, что мне нужно сделать для того, чтобы деньги появились в моей жизни. Вы начинаете размышлять на эту тему, а подсознание начинает сбрасывать вам нужные идеи. А дальше вы ставите конкретную четкую цель по определенным правилам и движетесь к этому. При этом подсознание организует вам режим наибольшего благоприятствования. То есть возникают нужные люди, возникают нужные ситуации, нужная информация. И вы смело делаете шаги туда, куда вы раньше просто боялись идти. На втором шаге вы убираете все страхи, все недоверия, все сомнения, все, что не пускало у вас раньше к деньгам. Успехов вам на этом пути!